Побережем себя, холодного ничего не пьем, чтобы не разболеться. Поэтому себя побережем, никаких сквознячков, чай горячий, лимончик. Жительница от Радного Евдокия Пименовна говорит, на давление никогда не жаловалась. Оно у нее всегда 120 на 80, хоть сейчас можно в космос, но предпочитает бывать в местах поближе к дому – в аптеке и продуктовых магазинах. А там есть риск заразиться коронавирусом. Чтобы избежать инфекции, пенсионерка полгода назад прошла оба этапа вакцинации, а сейчас сделала повторную прививку, на этот раз спутником «Лайт». Привезла я хорошо, все хорошо было. И температура, ничего не было. Все, давление тоже множное. Мне давление, соответственно, 80. Выходить на улицу Евдокии Пименовне в ее возрасте непросто. Таким, как она, прививки делают на дому. Для этого достаточно позвонить в районную поликлинику и пригласить медиков. Фельдшер Светлана Бойцова коронавирусом переболела еще до того, как появились прививки. Говорит, снова пережить этого не хотела бы. Поэтому, как только стало возможным, прошла вакцинацию. А спустя полгода сделала прививку повторно. Позаботиться о здоровье советует и своим пациентам. Говорит, несмотря на аллергию, Евдокия Пименовна прививки переносит хорошо. Прекрасно себя чувствует. Никаких побочных явлений не было. И надеюсь, что все теперь будет хорошо, что бабулечка наша не заболеет. Сделать прививку или пройти ревакцинацию может любой желающий старше 18 лет. Для этого можно прийти в поликлинику по месту жительства или круглосуточный пункт. А если в силу возраста или состояния здоровья сделать это невозможно, вызвать медиков на дом. Виктория Шаре. События.